Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Можете представить себе целую деревню миллионеров. Вы удивитесь, но такая существует. И живут там не олигархи или голливудские звезды, а обычные люди, скромные и непривыкшие к излишествам. Эта история произошла в Испании в прошлом веке. Антонио Фернандес родился в бедной семье. У него было много братьев и сестер. Родители мальчика едва сводили концы с концами. Антонио начал учиться в школе, но в 14 лет был вынужден бросить учебу и пойти работать в поля. Иначе семья просто бы не вышла. Каждый день был похожим на предыдущий, как две капли воды. Антонио работал по 15 часов в сутки и казалось, что впереди его не ждет ничего интересного. Но в 1949 году, когда ему исполнилось 32 года, мужчина решил круто изменить свою жизнь. Он уехал в Мексику. Эта сказочная страна с радостью приняла Антонио. Там он устроился в компанию Группо Моделло, которая занималась производством пива. В следующие годы у него начался небывалый карьерный рост. Уже в 1971 году Антонио был назначен на должность топ-менеджера. Коллеги по работе очень уважали Фернандеса и прислушивались к его советам. Он никогда не ставил себя выше других. Со всеми старался сохранить приятельские отношения. Из пива «Корона» Антонио сделал настоящий бренд. Его знали и любили по всему миру. Успех «Короны» подарил Фернандесу мировую известность. Мужчина стал генеральным директором компании. Мальчик из бедной семьи, который в детстве часто ложился спать голодным, обрел сказочное богатство. Фернандес вошел в список богатейших людей мира. Но деньги не сумели изменить его характеры. Антонио оставался добрым и отзывчивым человеком. Он любил помогать людям. Фернандес прожил 99 лет. Нельзя сказать, что он был одиноким, но собственной семьи у него не было. Все свое состояние он завещал племянникам, детям, братьев и сестер. А все жители его родной деревни получили по 2 миллиона долларов. Теперь все они могли не экономить на еде, покупать необходимое лекарство, осуществлять свои мечты. Люди значительно улучшили свой уровень жизни. Борьба за выживание превратилась в нормальную, уютную жизнь. Односельчане вспоминают Антонио как настоящего человека. Человека с большой буквы. Местного героя. Эта история доказывает, что кем бы ты ни был, где бы ты ни жил и каким бы ни был твой жизненный путь, важнее всего оставаться настоящим человеком. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.